Здравствуйте, это программа Город Тесс, я Елена Чернявская. Для управления многоквартирным домом жильцы могут выбрать управляющую компанию. Она будет отвечать за текущий срочный ремонт, обслуживание общедомового имущества. Чтобы выбрать управляющую компанию, нужно обратить внимание на наличие лицензии, отсутствие банкротства и отзывы жильцов домов, которые она уже обслуживает. Мой гость сегодня даст практические советы по теме нашей программы. Это Виктор Иванович Часовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль». Здравствуйте, уважаемый Виктор Иванович. Ну и, конечно, традиционно, уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефоны 202-11-22. Дозванивайтесь к нам, пожалуйста, и задавайте свои вопросы. Если у вас есть какие-то проблемы, связанные с ЖКХ, вы хотите прямо сейчас решить эту проблему, то 30 минут в вашем и нашем распоряжении. Я задаю вопросы свои, ну и ждем, конечно, вопросов ваших. Анонсирую еще раз телефоны 202-11-22. Дозванивайтесь. Виктор Иванович, ну что же, говорим мы сегодня об управляющих компаниях, о рейтингах. Ну и первый мой вопрос, наверное, такой общий. Скажите, пожалуйста, а какие вообще обязанности несет управляющая компания? Обязаны нести добросовестные, разумеется, перед жильцами многоквартирного дома? Ну, в любом случае, обязанностей управляющей компании достаточно много. Основная и самая главная обязанность – это обеспечение безопасности проживания жителей в многоквартирных домах. Вторая обязанность вытекает из этого – это обслуживание общего имущества дома. Вот эти две самые, такие будем говорить, серьезные обязанности управляющей компанией. Я уже не говорю о том, что они должны работать с жителями, с советами домов, предоставлять коммунальные услуги, способствовать тому, что эти коммунальные услуги доходили до каждого потребителя. Но самое главное, еще раз говорю, безопасность и обслуживание. Виктор Иванович, аварийно-диспетчерская служба, скажите, должна ли быть в каждой управляющей компании? И вообще, вот насколько зависит взаимосвязь жителей вот именно от обращения в первую очередь в аварийно-диспетчерскую службу? Значит, обязательное условие – это и лицензионное условие наличия аварийно-диспетчерской службы. Она должна работать круглосуточно, и это первый номер телефона, который должны знать собственники. Почему? Потому что по любому вопросу, что бы ни случилось, первый звонок в аварийно-диспетчерскую службу. Спасибо большое. Ну, у нас есть первый звонок на линии. Здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я живу в 14-м микрорайоне, и метров 53. Вот меня интересует такой вопрос. Вот о безопасности, я думаю, что мы говорим в первую очередь, управляющая компания должна заботиться о безопасности. У нас козырьки стоят со времен, уже все с места сдвинулись, с собора сдвинулись с места. И у нас сколько времени мы не можем добиться, чтобы нам эти козырьки приняли? Еще вот меня интересует такой вопрос. Сколько на содержание, из дома содержание жилья идет на содержание аппарата, и сколько встанавливается в дом, кроме текущего ремонта? Спасибо вам большое, доктор Иванович. Давайте по очереди. Первое, козырьки. Козырьки – это общее имущество дома. За их состоянием должна следить управляющая компания. Если вы считаете, что они находятся в аварийном состоянии, значит, первое, что управляющая компания осенью и весной, минимум два раза в год, должна проводить осмотры. Вот если есть совет дома в этом доме, то председатель совета дома должен тоже с ними проходить и смотреть. И говорить, вот нам вот это, вот это, вот это и вот это. Жизненно необходимо. Абсолютно, да. На основании вот этих осмотров готовится план работы по текущему ремонту на следующий год. Вот это должно быть внесено обязательно, замена козырьков, в план работы по текущему ремонту. Виктор Иванович, вот вы знаете, мне кажется, телезрительница не просто так дозвонилась и спрашивает вас, об этом наверняка управляющая компания уже говорила. Скорее всего. Если не реагирует. Значит, если не реагирует, есть государственная жилищная инспекция. Это надзорная структура, которая осуществляет надзор за работой управляющих компаний. Более того, если в доме есть муниципальные квартиры, то можно обратиться в муниципальный жилищный контроль. Он находится, как правило, в отделах ЖКХ администрации районов. Они находятся ближе к вам, у них меньше заявок, обращений, они быстрее выходят и реагируют. Почему? Потому что в ГЖИ это со всей области идут заявки, и там достаточно сложно. Муниципальный жилищный контроль. Поэтому, если какие-то вопросы по уборке территории, да, если земля разграничена и принадлежит дому, то это ГЖИ. Если земля не разграничена, она, как правило, у нас такая, то обращаться надо в административные комиссии администрации районов. С этим понятно, Виктор Иванович, по второму полу. Второе. Содержание жилья. Что туда входит? Содержание жилья входит. Содержание общего имущества – это все договоры со всеми организациями, которые помогают управляющие компании обслуживать дом. Лифты, приборы учета, мыши, крысы, что еще там, все остальное, да, плюс управленческие функции – это как раз вот те деньги, которые получает, будем так говорить, директор, главный бухгалтер, инженер. Штат, проще говоря, не весь штат, как правило, да, управляющие компании. А вот дворник, слесарь, электрик, они, как правило, сидят в работах по текущему ремонту. Когда вы сметы смотрите по текущему работу, ремонту, там есть фонд зарплаты, это как раз получают вот эти работники. То есть можно вычислить и узнать. Какой процент от содержания вот этих управленческих функций, они называются управленческие функции, я не могу сказать, он разный. Это вы решаете с управляющей компанией, когда устанавливаете вот эту ставку. Это может быть 10, 15, 20 процентов. Спасибо большое. Следующий звонок у нас на линии имеется. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Можно вопрос задать? Здравствуйте, да. Здравствуйте. Агибабова, 48. Вопрос такой. Управляющая компания «Восток», директор Кулебякин, который вообще не выполняет никаких обязательств договорных с людьми, не выходит ни с отчетами, уже третий год они у нас, ничего не делают абсолютно для дома. Это как? Вот как их переизбрать, если у нас три этажа занимают застройщики офисы, которые не платят, которые миллионными должниками перед домом являются, перед ресурсниками. Мы не можем не переизбрать, так как выборы не проходят. Ясно. Спасибо вам большое. Виктор Иванович, подсказывайте, как будет такой ситуация. Значит, что первое, чтобы переизбрать управляющую компанию, надо провести общее собрание, набрать более 50 процентов голосов, кворум, и большинством выбрать новую управляющую компанию. Это раз. Но понятно, что это тяжело сейчас, тем более в этих условиях, провести собрание достаточно сложно, поэтому оно сейчас проводится. Очно-заочная форма. То есть очно. Кто пришел, кворуму нет. Все. Дальше переходим голосованием через листы голосования. Да, напрайтесь по квартирам, собрать подписи. Подписывают, да. Они в каждом бланке должны каждый расписаться и проголосовать. Потом эти бланки собираются, считаются и принимаются решения. Да. Значит, что касается вот этой управляющей компании «Восток», да? Я вот здесь уже начинал говорить. С 13 января 2023 года у 239 управляющих компаний Самарской области заканчивается срок лицензии. Да. И вот с октября по ноябрь они будут подавать заявление на продление этой лицензии. И Государственная жилищная инспекция будет проверять, первое, наличие этаж действенности. То, что касается вот, допустим, «Востока», еще есть какая-то «Восток», похожая или нет. А дальше, вот вы говорите о долгах. Если у них будут, у управляющей компании наличие, будет иметься задолженность перед ресурсоснабжающими организациями двухмесячный объем, то это нарушение. И она лицензию не продлит ей к ЖИИ. То есть вот такие вот вопросы. То есть здесь идти по этому пути. Ну, 13 января будущего года еще не скоро, а людям-то жить каждый день нужно. А сегодня, да. Но сегодня остается один выход. Первое. Обращение в Государственную жилищную инспекцию в качестве того, чтобы ее сподвигнуть, выполнить какие-то обязательства. Я сразу говорю, что, уважаемые друзья, если вы пишете обращение, жалобу в Государственную жилищную инспекцию, вы не пишите, пожалуйста, что управляющая компания плохо работает, ничего не делает. По этой жалобе никто проверять ничего не будет. Поэтому вы пишите, не убирается снег, не убирается подъезд. Но тоже нужно подкреплять фактами, Виктор Иванович. Еще раз говорю, вы просто пишете, какое нарушение. Все дальше Государственная жилищная инспекция будет проверять. То есть здесь отработаны алгоритмы, и она работает в этом плане. Но еще раз говорю, если управляющая компания не идет на контакт с вами, с жителем, а это самое страшное, я вот с директорами всегда говорю, первое, что вы должны сделать, это работа с советом дома. Почему? Потому что, понятно, со всеми собственниками в доме тяжело говорить директору управляющей компании, наверное, и не получится. Да, это и не нужно, мне кажется. И не нужно, да. Есть совет дома, который избирается. Есть старший по дому, председатель МКД. Председатель совета дома должен приходить на прием в любое время к директору и решать вопросы. Если он идет навстречу директору, это нормальная управляющая компания. То есть они хотят работать. Потому что самое страшное для управляющей компании, это потерять дом. Чем меньше домов, тем меньше средств, которые получает управляющая компания. И устойчивость ее уже снижается. Поэтому, если вот эти обращения не находят отклика от руководства управляющих компаний, ничего не делайте, принимайте решение и меняйте управляющую компанию. Спасибо большое. Продолжаем наш разговор. И мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Виктор Иванович Савских сегодня отвечает на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Если есть какая-то проблема адресная, дозванивайтесь. И Виктор Иванович обязательно вас проконсультирует. Но вот телезрительница еще сказала о том, что они хотят сменить управляющую компанию. Виктор Иванович, понятно, собрание жильцов и все это сказали. Но вот реально это сделать в какие-то минимальные сроки? И самое главное, с чего нужно начать, если пришло необходимое решение сменить управляющую компанию? Значит, смотрите, это вполне реально. И у нас тысячи домов меняет ежегодно управляющая компания. Первое, с чего надо начать. Давайте примем звоночек и продолжим, чтобы телезрители получили свой вопрос. Здравствуйте, мы слушаем вас очень внимательно. Здравствуйте, вот у нас пришла оплата за квартплату за февраль месяц, ой, за март. И здесь вот написано, электроснабжение содержащие общего имущества. Вы знаете, у нас уже в январе было повышение, и вдруг опять-таки, ну почему, так, было 23 рубля, сейчас 394 рубля. Ясно. Насколько обоснованно, да, Виктор Иванович Платёж, спасибо вам. Я знаю эту проблему, сегодня много таких звонков, и вчера было много звонков. Это по ЖРТ промышленного района, кстати, управляющая компания, оттуда идут звонки. Значит, в чем суть? Вот на сегодня коммунальная услуга по электроэнергии на содержание общего имущества. Это содержанием является, оно тоже входит в содержание. Так вот, мы как собственники должны платить за общее электричество, которое потребляет дом. Это козырьковое освещение, это в подвале, это в коридоре лампочки горят, это лифты, насосы и так далее и тому подобное. Вот все это должно потреблять. Все это потребляет энергию, это нужно понимать, да. На сегодня требования такие. Если в доме стоит общедомовой прибор учета электроэнергии, а они у нас стоят везде, практически во всех домах, но собственники не приняли решение оплачивать электроэнергию на содержание общего имущества по показаниям общедомового прибора учета, то тогда им должны начислять по нормативу. По нормативу там чуть-чуть. А когда должны принять вот это решение? Это на общем собрании принимается, да. Вот на сегодня, я так с разговоров понял, когда звонили, такого решения люди не принимали. Чтобы платить за общедомового. И не надо, пока не надо. Я больше всего сейчас этой ситуацией занимается Государственная жилищная инспекция, я сегодня говорил уже с ними по этому поводу. То есть, что это такое? Общедомовой прибор учета показал, допустим, дом потребил тысячу киловатт. Будем так, да. Из этого объема, тысячу киловатт, исключаются все показания квартирные наши. Да. Исключили, допустим, 600. Остается 400. Вот эти 400 делятся на все квартиры пропорционально их площадям. Норматив вот такой, небольшой. А вот когда по общедомовому прибору учета, вот здесь возникает вопрос. Я просто сейчас могу предположить, почему такие большие объемы, вот там сегодня говорили, 10 тысяч киловатт на дом, 13 тысяч киловатт на дом. Это очень много. Это очень много. Почему? Потому что, ну, это не завод. Это завод может столько потреблять. Но, тем не менее, люди не подписывали, а счета-то растут. Виктор Иванович. А вот том-то и дело, что вот на сегодня, в моем понимании, это незаконно. Вот эти начисления должны производиться по нормативу. Как это проверить? Сейчас в государственной жилищной инспекции, там есть целый отдел, который проверяет. Ясно. Поэтому пишется жалоба в государственную жилищную инспекцию. Прошу проверить правильность начисления платы за электроэнергию на содержание общего имущества. Копии и квитанции прилагаю. Ясно. Спасибо. Я думаю, что телезрительница именно так и поступит. А мы принимаем звонок следующий. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говорите. Алло. Да, да, да. Мы слушаем ваш вопрос. Виктор Иванович, подскажите, пожалуйста, а вот кто сейчас возглавляет дом по Красноармейской 76? И кому платить за содержание дома? Значит, Красноармейская 76 сейчас занимается управляющая компания с 1 марта. Приказ такой и есть. Я вот разговаривал с ГЖИ с 1 марта. ССН как-то называется, да, насколько я помню. Управляющая компания. То есть за март платить управляющей компании. За февраль платить ТСЖ Уют-76. Спасибо большое. И продолжаем прямой эфир. 202-11-22. Дозванивайтесь, пожалуйста, уважаемые телезрители. Задавайте свои вопросы. Рассказывайте о своих наболевших проблемах. Виктор Иванович Сацких отвечает в прямом эфире. Если можно, я вот дополню. Мы начали по электроэнергии говорить, да. Значит, вышло постановление правительства Российской Федерации с 1 сентября все дома, которые оснащены общедомовыми приборами учета, да, всем будет начисление производиться по показанию этих общедомовых приборов учета. Я могу предположить, что вот почему такая ситуация возникает по тем квартирам, которые сейчас вот люди звонят, большие слишком объемы, да. Кто-то не передал показания, кто-то не дал вообще. И я боюсь, что энергетики их просто не высчитывают с общего показания прибора учета. А переплата там серьезная, да. И люди, а потом оплачивается два раза это все. Ну, еще раз говорю, разбираются, разберутся. Спасибо. Следующий звонок у нас на линии. Мы слушаем вас очень внимательно. Здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Мне хотелось бы задать вопрос вот на такую тему. Балаковская, 8. У нас установлен счетчик без согласования с жильцами на потребление тепловой энергии. Да. И вот Т-плюс нам ежемесячно выставляет счета за этот счетчик. Да. Счета каждый раз повышает на фоне инфляции, повышается этот платеж ежемесячно. Когда я им позвонила, они сказали, что это по ставке Центробанка. Ставка растет, мы платеж повышаем. Сейчас ставка выросла до 20%. Значит, они повысят нам, ну, понятно, на какую сумму повесят. Что я хотела спросить, вот по поводу этих счетчиков. Почему их установили без согласования с управляющей компанией, без согласования с жильцами? Никто не знает, стоит этот счетчик, не стоит. Значит, 261-й федеральный закон об энергосбережении. Общедомовые счетчики тепловой энергии должны были установить сами собственники, то есть по своей инициативе. После этого эта обязанность перешла к управляющим компаниям. Тоже не сделали. После этого обязанность по установке приборов учета перешла к ресурсоснабжающим организациям. И ресурсоснабжающая организация Т-Плюс начала устанавливать эти счетчики. Это был прошлый год. Прошлый год. Значит, они установили счетчики. Понятно, что они оповещать жителей не должны, потому что это их уже обязанность. Согласовывать с управляющей компанией должны, естественно, потому что они идут в подвал и начинают что-то делать. Здесь они должны однозначно... Ну, они просто должны уведомить, да, что они поставят этот счетчик. Они должны согласовать с управляющей компанией время работы по установке данного счетчика. Все, собственников они не должны уведомлять, потому что собственники... И запретить собственники не вправе. Правильно? Не управляющая компания тоже. Это закон. Никто. Это закон. Это обязательное требование. Поэтому платить... Вот сколько стоит установка этого прибора вместе с прибором? Делится на площадь. И, сходя на квадратный метр, сколько получается? Выставляется первая квитанция общей суммой. Допустим, там, 3000 рублей. Если вы... Для вас это много, вы можете ее не платить. Но тогда вам со следующего месяца пойдет рассрочка. Вот эти 3000 рублей разобьются на 5 лет. То есть дается рассрочка на 5 лет. И вы будете равными частями платить в течение 5 лет. Эти 3000, но идет начисление еще дополнительного процента. Это ставка рефинансирования. 1,03 ставки рефинансирования. Это не то, что ставка, которая сейчас 20%, да? Это ставка рефинансирования. Ну, люди получили такие большие суммы, Виктор Иванович, ну... Они по-разному получили. 6-8 тысяч где-то получили. А то, может, и больше, да? Но, еще раз говорю, сразу вы не можете оплатить. Вот вам рассрочка на 5 лет. Платите 5 лет. Но это обязательное условие. Вот сейчас, по большому счету, это касается и приборов учета и холодной воды, и горячей воды. Сейчас вот эти приборы тепловые, они и горячую воду, и тепло, а холодную воду надо ставить тоже. Спасибо. Продолжаем общаться с вами, уважаемые телезрители. Принимаем ваши звонки. У нас есть очередной дозвонившийся. Добрый вечер. Мы слушаем вас внимательно. Задавайте вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Иванович, у меня вопрос такой. Вот я проживаю в квартире, плачу, честно, за капремонт, за все. А вот если вдруг я продаю... Я просто слышал недавно выступление юриста, до конца не дослушал. Он говорит, я кому все эти капремонт идет заваливать. А я продаю квартиру. Допустим, и покупаю в другом месте квартиру. Если все у меня, которые здесь, они остаются здесь? Или так? Да. Эти взносы на капитальный ремонт, они сохраняются за квартирой. Вы можете продать ее. Взносы остаются за квартирой. Если вы не платили, допустим, взносы на капитальный ремонт, тот, кто купит квартиру, он будет должником. И вы сейчас приобретаете квартиру, пожалуйста, попросите, чтобы предоставили справку с фонда капитального ремонта, что за этой квартирой нет долга по взносам на капитальный ремонт. В противном случае вам придется платить. Ну а если есть, договориться так, чтобы оплатили долги? Ну так, чтобы да, он восполнил, этот старый хозяин восполнил те средства. Почему? Потому что это за квартирой сохраняется. Спасибо. Продолжаем наш прямой эфир. Есть звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста, что у вас. Алло. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день, Виктор Иванович. Здравствуйте. Значит, такой вопрос. Вот я сейчас прослушал ответ на установку счетчиков по электроэнергии, да? Ага. Значит, вопрос. Вот вы сказали, что нужно... То есть по электроэнергии понятно, что платим за тех, кто не платит, вот. А если вот устанавливать на холодную воду, как вы сказали, такая же система будет? Значит, смотрите, я могу предположить, что вы платите за тех, кто не платит, да? Сейчас будут разбираться, почему такие объемы. Я просто, исходя из объемов, я могу предположить, что из показаний этого общедомового счетчика, электроэнергия, не все помещения высчитали, которые потребили электроэнергию. Может быть, если у нас нежилые помещения, они отдельно, у них договор с ресурсоснабжающей организацией, высчитали они эти данные по их потреблению или нет? Почему все это на жителей получилось, такие большие объемы? Ну, не может такого быть. Почему? Потому что, ну, понятно, где-то приворовывают, кто-то подворовывает, да? Но все равно это не такие объемы. По холодной воде будет общедомовой счетчик, то же самое, да? Показания общедомового счетчика минус показания всех индивидуальных счетчиков и остается какой-то объем. Там уже вот с августа, с сентября, вернее, месяца предусмотрена корректировка по холодной воде, по электроэнергии на содержание общего имущества. То есть, собственники могут принять решение, либо мы платим за содержание общего имущества, допустим, холодная вода, горячая вода, электроэнергия, либо по среднему, либо по нормативам, либо по показанию общедомового прибора учета. Виктор Иванович, ну вот опять же, о роли управляющей компании скажите, а вот директоры, либо представители управляющей компании как-то могут вот смотреть, следить за этими показаниями счетчика, проконтролировать их правильность? Виктор Иванович. Значит, смотрите, вот управляющая компания, если собственники заключили прямые договоры, допустим, на тепловую энергию, на воду, на электричество, да, у нас прямые договоры с ресурсниками. Управляющая компания все равно заключает договор и с Т-плюс, и с СКС на содержание общего имущества, на коммунальные услуги. И вот эти ресурсоснабжающие организации ежемесячно им выставляют счет, что вот по этому дому потребление такое-то. Проверить это может управляющая компания? Вот управляющая компания должна этим заниматься, не доводить до того, что люди начнут возмущаться. И не брать тупо вот эти вот объемы и тупо делить их на квадратные метры по каждой квартире. Потому что они прекрасно понимают, каков реальный расход по электроэнергии. Но не может быть там на квартиру 200 с лишним киловатт на содержание общего имущества. Это не может быть. Спасибо. Есть еще звонок. Мы вас слушаем очень внимательно. Добрый вечер. Говорите. Добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Догвардейской 207. У нас есть еще чуть тепла, который мы наконец подключили. Но у нас еще подключен после этого счетчика еще один абонент, который, в общем-то, Т-плюс не учитывает своих расчетов. И мы начали получать большие счета. Какие же наши действия отрезать этот абонент? Или каким целлюзованным способом этот вопрос решается? Письма направили. Ответа нет уже месяц. Куда письма направили сразу для ясности? Ну, в Т-плюс, я так понял. В Т-плюс, в управляющую компанию. Спасибо вам большое. Вот как раз мы, о чем мы говорили, да, ответственность в управляющей компании. Вот это должно делать управляющая компания. Она видит прекрасно вот эту вот схему подключения. Как подключали, как ставили так прибор учета, что какой-то абонент постался. Понятно, что он в доме находится, да. У него должен быть или общедомовой прибор учета, а я скажу больше, с нежилыми помещениями Т-плюс заключает договор, отдельный договор, прямой договор. И там четко расписаны объемы потребления этой тепловой энергии, исходя из площадей, из трубы, которая там идет. Поэтому вот эти объемы должны высчитываться из показаний общедомового прибора учета. Если сейчас вы не получаете никакого ответа от Т-плюс, значит, обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию. Государственную жилищную инспекцию. Все дороги ведут в ГЖИ. Ну, а дальше нету, вы понимаете? Вот вы можете обратиться в прокуратуру. Прокуратура по этому вопросу перешлет в ГЖИ. В администрацию. Администрация перешлет в ГЖИ, потому что это надзорная структура, которая отвечает за это. Про рейтинг давайте все-таки еще поговорим управляющих компаний. Кем он составляется, Виктор Иванович? Как попасть в лидеры, ну и, соответственно, в аутсайдеры? Значит, рейтинг управляющих компаний по нормативным актам 1 июня Государственная жилищная инспекция должна опубликовать рейтинг управляющих компаний по итогам работы в 2021 году. Где можно посмотреть этот рейтинг? Значит, сейчас он начал формироваться. Только составляется. Да, он составляется. Почему? Государственная жилищная инспекция. Есть 13 моментов, по которым оценивается деятельность управляющих компаний. Пять из них по нашей инициативе, кстати же, контроля общественной палаты, будут оценивать собственники. Значит, в конце марта месяца мы разошлем анкеты о деятельности управляющей компании. Дайте оценку деятельности своей управляющей компании. Потратьте пять минут, но это потом вам же будет плюсом. Смотрите, январь, февраль, март управляющая компания должна отчитаться о проделанной работе за прошлый год. Вот заканчивается мат, и мы рассылаем эти анкеты. Я сразу говорю, вот кто может воспринять это на слух, сайт такой есть. ЖКХ контроль 63 РФ. ЖКХ контроль 63 РФ. Значит, вот по этому сайту у нас размещена уже анкета. То есть вы можете начинать. Управляющая компания такая мечта, она выдает мечту. И пять вопросов, и какую оценку вы ставите по каждому. Так вот, собственники, ГЖИ, органы местного самоправления, и все это складывается в один рейтинг. Виктор Иванович, время закончилось. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город С. Всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы. До свидания.